Глава уважаемые члены президиума, глава уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел бы поблагодарить Евгения Владимировича, потому что, на самом деле, для него я совершенно не страшный сон, мы чувствуем невероятную поддержку, и, на самом деле, если говорить откровенно, то, конечно, в области стереотоксической лучевой терапии радиотерапевтам без хирургов таракальных двигаться невозможно, потому что, ну, в первую очередь, мы больных получаем от вас, и, конечно, здесь огромная радость, когда есть возможность такого вот эффективного совместного сотрудничества. Если говорить о том, почему стереотоксическая... Я скажу так, поскольку за последнее время мне много раз приходилось выступать с сообщениями о стереотоксической лучевой терапии у больных немелкоотличным раком легкого, я, конечно, в основном решил сегодня сконцентрироваться не на общих вопросах, а как раз на тех деталях, на которые никогда времени не хватает. Это будет, в первую очередь, больные с центральной локализацией опухолевого процесса, это будет вопрос о том, насколько влияет и насколько серьезным является проблема регионарных рецидивов. Я, конечно, немножко покажу наш собственный опыт, и самое главное, наверное, внимание будет сконцентрировано на системных эффектах стереотоксической лучевой терапии, потому что об этом говорят не очень много, а это как раз очень важный момент, связанный с этой технологией. Если посмотреть на это проспективное рандомизированное исследование, то станет понятно, почему мы говорим о стереотоксической лучевой терапии, потому что у больных ранними стадиями немелкоотличного рака легкого она показывает лучшие результаты, чем стандартная лучевая терапия. Это понятно. Почему? Потому что дозу мы подводим значительно выше, и локальный контроль, можно на сегодняшний день уверенно говорить, что локальный контроль при проведении стереотоксической лучевой терапии, он хороший, и мы можем на него, если так можно выразиться, полагаться. В целом он где-то в районе 92-96%. Если говорить о выживаемости, то, конечно, она зависит от той группы больных, которая подвергается стереотоксической лучевой терапии. В одних крупных сериях она составляет, там, колеблется от 60 до 80%. Если это тяжелые больные, то она может серьезно снижаться. Если это метаанализ национальных баз данных, она еще сильнее падает, потому что, как правило, стереотоксическая лучевая терапия – это, конечно, та опция, которая предлагается неоперабельным больным. Больным с очень серьезной соматической отягощенностью. Но это кривый, как это все выглядит, локальный контроль хороший, достаточно приличная выживаемость – это данные метаанализа. Если говорить о нашем собственном опыте, это важно, потому что это показывает то, что действительно эту технологию можно использовать в наших условиях, и она работает, и мы можем на нее тоже полагаться. У нас не очень много больных. Мы подвзяли только здесь пациентов, у которых уже хотя бы год есть наблюдение, и которые получали стереотоксическую лучевую терапию на те или иные образования в легких. Половина из них – это первичные больные неоперабельным раком легкого. Первый, второй, но там было пару человек в третьей стадии. И половина из этих больных – это пациенты с альгомитостатическим поражением. Режимы фракционирования, режимы подведения дозы стандартные. Если говорить о результатах. Мы видим первое – локальные рецидивы, конечно, это вещь достаточно редкая. Вот это единственный человек, у которого мы видели локальный рецидив из первичных больных, это была женщина с опухолю больше 6 см, у которой, конечно, мы очень опасались с точки зрения подведения дозы. Там был такой режим адекватный, но мы старались минимизировать все-таки суммарную дозу, поэтому мы связываем с этим возникновение рецидива. Регионарный контролин, конечно, скромнее. Но здесь тоже есть объяснение. Дело в том, что это все неоперабельные и больные, поэтому к отбору больных мы относились здесь очень демократично. Здесь достаточное количество больных в этой группе было, у которых мы изначально уже не могли исключить поражение регионарных лимфоузлов. Если говорить о альгомитостатических поражениях, то здесь тоже локальный контроль высокий. Правда, надо сказать, что, во-первых, определенное количество больных, мы не смогли с ними установить контакт, и вполне возможно, что там тоже был либо прогрессирование, либо рецидив. С другой стороны, конечно, время наблюдения не очень большое, и я думаю, что вполне возможно, что в дальнейшем мы увидим несколько большее количество локальных рецидивов. Вы видите, что здесь еще пятая часть больных умерла от прогрессирования заболевания. Если говорить вообще о региональном контроле, потому что этот вопрос, который наиболее часто поднимается хирургами, это естественно, потому что когда вы отдаете операбельного больного для стереотоксической лучевой терапии, первое, о чем вы думаете, о том, что невозможно стадировать регионарные лимфоузлы, здесь есть действительно высокий риск того, что возникнет рецидив. Если посмотреть данные уже того же самого исследования, которое я показывал, больных первой и второй стадии стереотоксической лучевой терапии против обычной лучевой терапии, вы видите, что региональные рецидивы, в общем, являются проблемой, но не такой частой. Это 2-6% из той австралийской группы, которая вошла в это рандомизированное исследование. Второй момент очень важный заключается в том, что это североамериканские исследователи, метаанализ, они показали, что у тех больных, у кого возникают какие-то проблемы, либо с локальным контролем, либо с регионарным контролем, но чаще, конечно, это проблемы с регионарным контролем, спасительная хирургия, она в состоянии контролировать процесс и выживаемость их, сопоставимость с теми больными, у кого локального или регионарного рецидива не было. Это очень интересное наблюдение, то есть, иначе говоря, это та группа больных, если это операбельные больные, у которых у нас еще хирургия в случае необходимости может оказать существенную помощь. Если говорить об осложнениях, но в целом мы, когда говорим о стереотоксической лучевой терапии, мы, конечно, говорим о том, что этот метод чрезвычайно деликатный, количество тяжелых осложнений здесь невелико. Но, с другой стороны, если посмотреть внимательно на литературу, то обращать на себя внимание, что в некоторых публикациях количество осложнений серьезных может достигать 20-30%. И это, как правило, пациенты с центральной локализацией опухолевого процесса, так называемые центральные и ультрацентральные опухоли. Дело в том, что в ранних сериях процент осложнений был чрезвычайно высок у этих больных. И вы видите, например, одна из этих очень любопытная амстердамская группа, где они показывали, что 40-60% сталкиваются с очень серьезными осложнениями у пациентов с центральной локализацией опухолевого процесса. Почему? Потому что здесь близко трахея, здесь близко главные бронхи и пищевод. И осложнения могут быть очень серьезными, вызывающими очень большие проблемы. С другой стороны, это даже привело к тому, что на каком-то этапе времени пациенты с центральной локализацией считались плохими кандидатами для стереотоксической лучевой терапии, старались не брать, по крайней мере, в небольших группах. Но параллельно шла работа, целью которой была оптимизация режимов подведения дозы, оптимизация отбора больных для стереотоксической лучевой терапии. И вот это уже, видите, более оптимистичные результаты, которые были показаны нашими коллегами, где уровень осложнений чрезвычайно невысок, и при этом мы видим достаточно хорошие показатели локального контроля и выживаемости. Действительно, это данные метаанализа литературного, недавнего совершенно, где было показано, что уже много групп лечащих пациентов с центральной локализацией оптимизированного процесса без серьезных осложнений. Ну и вот это очень важное, проспективное, рандомизированное, проспективное многоцентровое исследование, где анализировались различные режимы подведения дозы. Было показано, что действительно мы должны подводить дозу при центральной локализации, тем более при ультра-центральной локализации, чрезвычайно деликатно. Но даже такие режимы жесткие уже достаточно, как 5 фракций по 12 грей, возможны без значительного увеличения серьезных осложнений. Поэтому мы в своей практике тоже довольно часто лечим этих пациентов, и, слава богу, пока что не видели фатальных осложнений. Если говорить о системных эффектах, вот это, наверное, наиболее интересный аспект, связанный с использованием стереотоксической лучевой терапии. Лучевой терапии, особенно в современных исследованиях, действительно, в больших группах описываются выраженные иммунологические эффекты стереотоксической лучевой терапии. Они многогранны по своим проявлениям, но основным считается все-таки высвобождение большого количества антигенов, которые вызывают иммунологический ответ. Более того, есть так называемый абскопальный эффект, который сейчас уже понятно, что он связан, скорее всего, с иммунологическими феноменами. Было показано, что использование стереотоксической лучевой терапии совместно с иммунотерапевтическими агентами оказывается гораздо более эффективным, чем использование каждого из этих видов лечения по отдельности. Тут на последнем Русской Конгрессе была такая даже шутка. Нам сказали, что все, кто только может, стараются как-то прислониться к иммунотерапии. Естественно, это был посыл со стороны химиотерапевтов. Но, с одной стороны, это была добрая шутка, с другой стороны, в ней, наверное, есть доля истины. Но я бы хотел показать вот это одно из самых главных и первых исследований, киенотовское, где было показано, что сочетание иммунотерапии с лучевой терапией повышает эффективность лечения практически в два раза. То есть тут непонятно даже, кто кому прислоняется. Наверное, это заимная любовь, и она должна реализовываться все больше и больше в будущем. Не мог, конечно, не показать данные пацифика, одного из пацификов, где действительно было показано, что даже у больных 3А, 3Б стадии неоперабельных, сочетание иммунотерапии с лучевой терапией, обычной лучевой терапией, приводит практически к почти 45% длительной выживаемости. Это, конечно, то, о чем на сегодняшний день пока мы можем только мечтать, но я надеюсь, что это ближайшее будущее. Если говорить о стереотоксической лучевой терапии у больных с олигометастатическим процессом, ну, здесь вот эти иммунологические феномены, они, наверное, наиболее интересны, потому что это системный процесс. И, конечно, что локальные методы, они могут быть только вспомогательным звеном. Если они еще позволяют каким-то образом системные эффекты получать, то это вспомогательное звено становится чрезвычайно привлекательным. Вообще, если говорить о больных с немелкокреченным раком легкого, на сегодняшний день есть доказательства проспективных, рандомизированных исследований, что агрессивная локальная тактика, как хирургическая, так и лучевая, увеличивает выживаемость у больных с олигометастатическим процессом. Если мы сможем еще добавлять какие-то системные эффекты, то это, конечно, очень привлекательно. И вот это данные, которые были представлены совсем недавно на конгрессе ЭСТРО в 2019 году, где было показано, что у больных уже с метастатическим процессом, который получает иммунотерапию и который прогрессирует на иммунотерапии, выполнение стереотоксической лучевой терапии на отдельные очаги позволило вызвать абскопальный эффект, позволило вызвать иммунологический ответ в 33% случаев. Причем у третьих этих больных эффект был полным. Конечно, вы видите, что действительно эта комбинация рабочая, она не какие-то эксклюзивные больные, это не редкость, а эта комбинация иммунотерапии и стереотоксической лучевой терапии позволяет достигать ответы у значительного количества больных, практически у третьих. Много очень вопросов. Первый вопрос, например, должны мы облучать один очаг, или если у нас, например, есть 3-4 очага, мы должны выполнять стереотоксическую лучевую терапию на все очаги поражения. Ответа нет, но есть предположение о том, что чем больше очагов мы облучаем, тем более выражен будет синергизм иммунотерапии и стереотоксической лучевой терапии. На сегодняшний день уже становится очевидным, понятным, что очень серьезно зависит эффективность от времени этих двух агентов. Тогда, когда мы их используем одновременно, есть основания предполагать, что эффективность существенно, достоверно возрастает. По крайней мере, это было показано у больных с меланомой. Очень важный вопрос с точки зрения лучевой терапии, какую дозу мы используем для подведения, какую разовую дозу мы используем при проведении стереотоксической лучевой терапии. Может быть, это обычная, традиционная лучевая терапия под вагре, или лучше использовать гипофракционированную стереотоксическую лучевую терапию. Но лабораторные данные указывают на то, что чем выше разовая доза, тем больше эффективность. Поэтому стереотоксическая лучевая терапия здесь, конечно, привлекательнее. Лабораторные же данные, эти данные не на людях, показывают, что суммарная доза, которую мы подводим, она тоже имеет очень большое значение в индукции абскопального эффекта. Поэтому, конечно, в этом смысле слово стереотоксическая лучевая терапия тоже обладает очень серьезным преимуществом. В нашем институте мы начали использовать, мы начали исследовать иммунологические феномены, связанные со стереотоксической лучевой терапией, чуть больше года назад, потому что нам было просто интересно посмотреть, а есть ли какие-то иммунологические сдвиги. Этим занимается наш коллега из лаборатории Ирины Александровны Балдуевой, Антон Юрьевич Зазуля. И мы обнаружили, что действительно, как это ни странно, вот этот самый частый сценарий, я не знаю, есть ли здесь, здесь поход... Есть. Но очень маленькая, да, есть. Вы видите, это в различные временные промежутки времени, мы рассматривали различные показатели, но вы видите, самые серьезные сдвиги были в отношении Т-хелперов, и мы видели выраженное увеличение количества Т-хелперов после сеанса стереотоксической лучевой терапии через месяц после ее завершения, потому что это была первая точка, когда мы анализировали. И мы видели обратное развитие уже через три месяца. То есть действительно эти эффекты в динамике, они нестабильные, они динамичные. Правда, у нас были больные, у которых была и другая совершенно динамика, когда мы видели стабильное повышение количества Т-хелперов, и оно удерживалось таким высоким и на протяжении через три месяца после завершения стереотоксической лучевой терапии. Но были и такие пациенты, у которых мы вообще не видели серьезных иммунологических сдвигов. Поэтому, конечно, это очень интересное направление. Возможно, это поможет нам как-то, каким-то образом анализировать или прогнозировать эффективность вот этой комбинации. И на этом пути мы надеемся на достаточно динамичное движение вперед. Если же говорить о стереотоксической лучевой терапии, то что можно сказать о ней в двух словах? Это, в первую очередь, конечно, надежный контроль. Это возможность проведения терапии тем больным, которые являются неоперабельными на сегодняшний день. И это очень важно. Это возможность минимально инвазивно лечить операбельных больных. Но это пока под большим знаком вопроса. Хороший функциональный результат, неинвазивность, низкая частота осложнений, безопасность. Очень важный момент. Это чрезвычайно экономичный метод лечения. Очень короткий во времени. Он обладает высокой пропускной способностью и достаточно относительной простотой исполнения. В опытных руках он действительно не требует очень большого искусства. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Сергей Николаевич. Возникли вопросы у хирургов, к радиологу? Да, пожалуйста, набирайся. Спасибо за очень хороший вопрос. У протонной терапии есть теоретические и практические преимущества с точки зрения более точного подведения дозы, но здесь очень много вопросов с точки зрения немелкотлечного рака легкого, потому что точность подведения дозы обратно пропорциональна подвижности мишени. С одной стороны, центральная локализация не такие подвижные, но если откровенно говорить, мы можем очень хорошо подводить дозу при любой локализации опухолевого процесса с помощью стандартной стереотоксической лучевой терапии. И поэтому я не вижу очень больших перспектив в протонной терапии на таком массовом рынке, если так можно сказать. Но если говорить о поддельных больных, бывают ситуации, когда мы очень жалеем, что мы не можем ей пользоваться. Это примерно 3-5% от тех больных, кому мы подводим. Чаще всего это бывает тогда, когда опухоль находится в непосредственной близости от пищевода, от трахеи или от главных бронхов. Вот практически это ультрацентральная локализация. Но вот сейчас появилась вроде бы перспектива, и меняя режим подведения дозы, меняя режим дозирования, мы вроде бы можем обходить токсичность. И если это будет действительно так в дальнейшем, то тогда, конечно, потребность протонной терапии становится еще меньше. Я думаю, Сергей Николаевич, я тут хочу уточнить. Просто не 3-5%, это пациенты, у которых инвазируется аорта и трахея, намного больше. Просто мы их к вам не посылаем, знаю, что вы все равно откажете. Евгений Владимирович, но в этой ситуации протонная терапия, к сожалению, не решит никаких проблем. Если есть инвазия уже, то как бы точно мы не подводили дозу, это все равно уже аус-гейм. Продолжение следует... Продолжение следует...